Нынешняя весна и начало лета не способствует кормозаготовителям. Холод без дождей, теперь холод затяжными дождями не дали роста траве. В такую слякоть хороший корм не получишь. В подобных условиях важна четкая организация труда и каждая погожая минута. Эти кадры сняты в сельхозпредприятии имени Держинского. Накануне здесь прошел сильный град, скошенную на немалой площади траву прибило к земле. На следующий день выглянуло солнце, но в дело включились только ворушители травы и грабли. Правда, чтобы не терять время, всю кормовборочную технику вывели в поле заблаговременно. Это прошлогодние остались. Да, прошлогодние еще есть. Запасы пока. Своими силами справляешься? Все своими силами полностью. А сколько кормовборочных комбайна работают? И на Тволске работают. Если нормальную погоду этой техники хватит? Хватит. Кормозаготовители с надеждой, смотря на небеса, дабы дождь шел, когда просят, а не когда косят. В хозяйстве крестьяне знают свое дело и стремятся трудиться эффективно. Дирекция поощряет хорошую работу. Нынче и обеды сделали для участников полевых работ бесплатными. Работает своя столовая. Зам по идеологии Снытков Юрий Михайлович. Людей кормить в поле? Да, в поле. Раз или два? Два раза тех, которые работают с удлиненным рабочим днем. И во сколько работа начинается, когда заканчивают на кормозаготовки? Работа начинается, если погодные условия позволяют, то у нас с 8 часов заправка идет, потом выезд в поле. И до 19.00. Ну, в том случае, если позволяет погода. А сколько обеды стоят для механизаторов? Эти обеды у нас бесплатные. Для всех категорий в этом году приняли решение, чтобы были бесплатные. Ну, и вы же в своей столовой готовите все? Да, имеется своя столовая, свои работники у нас все. И только закупаем продукты, которых у нас нет. А так, если есть мясо, то используем свое. У нас есть говядину. У нас есть говядина. У нас есть говядина. У нас есть говядина. Продолжение следует...